Вот сидит со мной, дорогой мой рабай, Эммануил Шимонов. Он это хорошо помнит, и я это тоже, рабай, хорошо помнил, что лет 15-20 тому назад весь ваш рабочий день в основном уходил на разборку проблем взаимоотношений между людьми в семьях. Муж и жена, дети, родители. Вот сегодня выступал один очень уважаемый, как мне сказали, рабай. Его уже нет, видимо, да? Молодой человек ушел этот? Ушел, да? И он говорил о том, что, к великому сожалению, то, что давали нам наши родители, мы своим детям и внукам передать, ну, не всегда получается, мягко говоря. И случайно в этом ничего нет. Но, Юра, я хочу заметить такую вещь. Вот я сейчас посмотрел прекрасный фильм. Прекрасный, трогательный очень фильм. Замечательный исполненный. Я его смотрел на одном дыхании. И что я увидел? Я увидел, насколько Шурик был счастлив в семье. Его жена, его дети. Вот стоит рядом вот этот красивый молодой человек, его сын. Это счастье, которое нельзя купить за доллары. Даже за самые большие. Я вокруг вижу массу людей, которые великолепно обеспечены. Они богатые люди. Но они имеют одну боль. Какую любовь. Вот это богатство, оно не позволяет им решать проблемы в дуале. Нельзя купить. Нельзя закрыть эту брешь. Даже самой большой сумкой с долларами. Тут действует другой ключ. Я себе очень часто задаю вопрос. А в чем же дело? Почему такая болезнь, из которой зачастую не видно выхода? А суть дела заключается в том, что, вы понимаете, мы живем в очень тяжелых в этом отношении условиях. Когда-то в святой Бухаре все шло из Эмирского дворца. Законы, правила. И мы, Бухарские, не могли этого игнорировать. Сегодня здесь, в Америке, все законы исходят из Белого дома. И когда я вижу, что вытворяют с законно избранным 45-м президентом Дональдом Трампом, как его выворачивают наизнанку, как уже не успел он пройти инаугурацию, как уже стали кричать импичмент, когда нет уважения к власти. Скажите мне, разве в таких условиях может быть уважение к семье? Конечно, нет. А как оградиться? Как защитить себя от этой всей непотребности? Нам, Бухарским, Американцы часто говорят, слушайте, ребята, вы молодцы, хорошо работаете, умеете зарабатывать деньги, умеете их копить, вкладывать недвижимость. Вон какие вы дома построили в центре Квинса. Нам, которые здесь родились, прожили многими поколениями, эти дома не удается построить. А вы это все делаете? Уж больно вы закрытые. Уж больно вы из тех, кто не пускает свой круг посторонних. Вот сегодня сидят здесь люди. Ну, наверное, где-то человек 300 тут есть. И тут больше, может быть, да. И тут сидят все свои. Одни и те же, все свои. Нет ни одного постороннего. Почему? Секрет простой. Сложность дела заключается в том, что мы закрытые. Все, что касается наших семей, нашего дома. А это наш дом. Это наша семья. И уж его, это надежда сохранить своих детей. Все, что касается за пределами этого явления. Мы типичные американцы. Мы заканчиваем американские вузы. Мы работаем врачами, инженерами, программистами. Сотни предприятий, сотни специальностей. В самых престижных американских компаниях. Но вот все, что касается семьи, мы пытаемся, пытаемся не пускать сюда посторонних, чужих. Почему? Вот я сегодня обратил вот этот фильм. Насколько это все трогательно. Дай Бог здоровья, священные бухаре. Вот это все рядом. Вот эти традиции. Сотниede. 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 Продолжение следует...